Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Чубкаев. В Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезовой, министра культуры России, председателя Оргкомитета по подготовке к проведению празднования столетия Карачаева Черкесии Ольги Любимовой. На повестку дня был вынесен вопрос подготовки к празднованию векового юбилея Карачаева Черкесии. При поддержке Минкультуры России в сентябре в Кремлевском дворце планируется провести большой совместный концерт, приуроченный к столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева Черкесии. Летом в главных парках Москвы также запланированы концерты на открытых площадках. В планах не Карачаева Черкесии, а в Госдуме – встречи с земляками в российской столице. И, конечно, целый ряд ряд запоминающихся мероприятий в республике, открытие более полусотни новых объектов. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности Ольге Любимовой и всей команде Минкультуры за поддержку в реализации мероприятий к столетию Карачаева Черкесии и развитию отрасли культуры республики в целом. Два года назад президент России Владимир Путин предложил установить новый профессиональный праздник – День работника скорой помощи. И сегодня на скорой медицинской помощи Черкесской принимали гостей и подарки. Кто пришел поздравить удивительных людей, которые во многом являются примером настоящего служения и верности профессии, расскажет Альбина Ламкова. Станция медицинской скорой помощи Черкеска – это не просто профессиональный коллектив, но и большая, крепкая, дружная семья. Люди, преданные своему делу, они рядом тогда, когда так необходима помощь. У руля боевого поста медицины стоит анзор Охтов. Это служба, которая на сегодняшний день одна из самых ответственных, одна из самых нужных. Мы находимся на передовой. Мы первые, кто встречается с пациентом. В продолжении Анзор Охтов отметил, что каждый из сотрудников ежедневно сражается за жизнь и здоровье людей. После приветственных слов главного врача станции скорой медицинской помощи обратился и министр здравоохранения Казим Шаманов. Работая министром, упросил главу вернуться, чтобы в свой родной коллектив. На самом деле, это спецназ здравоохранения всей Российской Федерации. Это служба скорой медицинской помощи. Вы те, которые реально спасаете человеческие жизни. Круглосуточный режим работы скорой помощи во время пандемии продолжался и после смены. Не могли оставить службу, так как количество звонков увеличилось в 2-3 раза и составляло 700 вызовов в день, отметил Казим Шаманов. Все достойно прошли сложный период пандемии. Поэтому с большой благодарностью были вручены грамоты Министерства здравоохранения за добросовестный труд сотрудникам станции скорой помощи в их профессиональный праздник. Очень приятно, что мы отдаем внимание. За нашей спиной два до очень тяжелых года. Тяжелые больные, когда приезжают на вызов, уже с процентом поражения, с дыхательной недостаточностью и практически оказать грамотную помощь, суметь диагностировать это и довести больных до стационара. На счету этих людей сотни спасенных жизней. Все они герои – врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители. Их поздравили представители партии «Единая Россия». Они привезли 200 килограммов фруктов. Был отмечен колоссальный труд медиков, которые на протяжении пандемии боролись со смертельной опасностью, принимая на себя первый удар во имя спасения жизни пациентов. Казима Захаталевич сказал, что есть программы, которые именно направлены на укрепление первичного звена здравоохранения. Мы в этом направлении работу будем продолжать. И в этом году даже большее количество автомобилей запланировано. Конечно, здесь очень важно отметить, что все это делается заслуженно. Самые тяжелые дни во время пандемии уже позади. Но, тем не менее, все на боевом посту. Они всегда спешат на помощь. Хотя работа трудная, но все же и сдержки профессии восполняет искренняя благодарность людей. Ну и человеческое тепло, понимание, внимание. Бывает, бабушки говорят, вот приехал внучок, он меня успокоил, сказал какое-то доброе слово, и у него уже даже психологическое состояние улучшилось, и человек чувствует себя лучше, легче. Вот каждому из вас, кто не растерял ту человечность, которая присуща каждому, а сохранил ее и дарил частичку тепла, хочу сказать огромное спасибо. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия. Каждому автолюбителю необходимо знать правила дорожного движения. Однако порой возникают ситуации, когда путь анонсу создает неправильно нанесенная дорожная разметка. Об одном таком участке в Адыгехабльском районе республики нам рассказали сами водители. В ситуации разбирался наш корреспондент Артур Мхцы. Данное видео снято одним из постоянных телезрителей Вестей на этом участке автодороги. Чтобы разобраться в ситуации, мы приехали на место. Для тех, кто постоянно передвигается транспортом в сторону Эрсакона, расположение полос уже стало привычным. Они точно знают, где не стоит проезжать. Однако новички постоянно путаются. Сразу после нарисованного белого треугольника сворачивают налево и попадают навстречу. В ужасе начинают маневрировать и, проезжая через сплошную линию разметки, оказываются перед стоящими около остановки общественного транспорта автоинспекторами Адыгехабльского района. Именно так и произошло с Владимиром, автором присланного нам видео, который несколько дней назад ехал из Черкесска в сторону Эрсакона. Поворачивая налево, здесь ни разметки, ничего такого нет. И получается так, что я выехал, оказывается, на встречную полосу движения. Ничего не предвещало беды, но метров 100, наверное, стояли сотрудники ДПС. Полицейские составили протокол, где отразили, что водитель пересек сплошную, за что предусмотрен штраф 5000 рублей, а в некоторых случаях и лишение прав на управление транспортным средством. Большинство автомобилистов в подобной ситуации, даже если не согласны с решением, заплатят требуемую сумму и постараются поскорее забыть о случившемся. Владимир же поступил иначе. Вот такая вот ситуация произошла неприятно. Я понимаю, что я не первый и я не последний, если этот вопрос не решить. Я зарабатываю свою копейку и я готов отдать это государству, если я виноват. Если я за собой не чувствую вины, извините, надо доказывать это. За разъяснениями мы обратились в региональное управление госавтоинспекции. Там подтвердили как факт случившегося, так и то, что разметка на участке автодороги Ураковская-Рсакон должна быть иного вида, о чём свидетельствует ранее утверждённая документация. Сотрудники ИБДД при установлении факта совершения административного права нарушения руководствовались нанесёнными на проезжую часть дорожной разметки 1.1, правил дорожного движения, который разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах. При поступлении обращения сотрудники Управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской республике провели обследование данного участка автодороги. На месте было установлено, что данная разметка не соответствует проекту организации дорожного движения. Собственнику автодороги направлено информационное письмо, в котором указано на необходимость как можно скорее привести горизонтальную разметку в соответствии с проектом. Что касается тех водителей, которые также оказались невольными жертвами недоработки дорожных служб, то они имеют полное право обратиться в надзорное ведомство, в котором после ознакомления с документацией без сомнения подтвердят их невиновность. Как видим, иногда убеждённость в правоте помогает выявить подобные несоответствия, ведь не будь обращения от Владимира, ошибка, скорее всего, так и не была бы устранена. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгихабльский район. Мы продолжаем наш выпуск в прямом эфире. Веси из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 802 человека. Из них 44 517 выздоровели, 21 человек госпитализирован. МЧС информирует. До конца апреля в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди с градом и порывами ветра до 22 метров в секунду. В горах выше 2000 метров лавина опасна. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дожди гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 6, а днем 18-23 выше нуля и местами до плюс 15. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 20-22 градусов тепла. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-9000 Не консервируйте свое здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике 3Z это избавление от катаракты за один день. С индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8-800-533-90-82 Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марка», а также мужская, женская, верхняя одежда. Только 29 и 30 апреля. Черкесск, улица Горького, 8. Центр предпринимательства. Проблема онкозаболеваний по-прежнему сохраняет свою актуальность. Ответом на данный вызов является создание новых лекарственных препаратов и пересмотр терапевтических алгоритмов, а также внедрение в клиническую практику новейших методов хирургических вмешательств, что позволяет значительно расширить возможности борьбы с онкозаболеваниями и опухолями, находить впервые верные вопросы, помогают региональные мастер-классы. Одни из них состоятся в Республиканском онкодиспансере. У Альбина Ламкова продолжит тему. Решение об организации выездных профессиональных мастер-классов, малоинвазивной технологии в онкохирургии, вопросы лекарственной терапии было принято проводить несколько лет назад. За это время такой подход приобрел популярность, отметил модератор мастер-класса Юрий Самсонов. Он не раз приезжал с рабочим визитом в онкологический диспансер Республики и видит положительную динамику. Я видел предыдущий диспансер, который был совершенно в не том виде, не в том состоянии, чтобы оказывать высококвалифицированную помощь. И видел, как строился этот диспансер, как его вводили в строй. И буквально в прошлом году осенью я приезжал с инспекцией в данный регион и увидел, как все здесь прекрасно функционирует, как все работает. Собственно говоря, после этого и родилась идея провести мастер-класс в стенах этого учреждения. В конференц-зале за работой хирургов следили врачи-онкодиспансера и других медучреждений. Трансляция велась из двух операционных. Был подключен интернет, и у участников мастер-класса была возможность увидеть прямые включения из операционных и задать вопросы. Сегодня у нас оперируют заведующие отделениями медицингиологии из института Герцена и МРНЦ имени ЦИБА. Это и гинекологические операции, и урологические операции, и операции на молочной железе. Также будет гемогипотектомия при метастазах в печень. Московские гости отметили хороший практический опыт хирургов и высокопластный уровень оборудования учреждения. Хочется отметить уровень докторов в Карачао-Черкесии. Он достаточно высок. Мы с большой радостью присутствуем и на операциях, и оперируем, и общаемся с коллегами. Ну, в общем, что говорить, далеко ходить, то, что здесь буквально на прошлой неделе выполнили две лапароскопические цист-простат-визикулоктомии с кишечной деривацией мочи лапароскопическим способом, говорит о том, что класс здешних хирургов очень и очень высок. На второй день по итогу мастер-класса была проведена научно-практическая конференция по современным методам лечения в онкологии. Надо сказать, что и компания Сбер-Медиа, входящая в экосистему Сбера, поделилась опытом применения искусственного интеллекта для раннего выявления онкологических заболеваний. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачао, Черкесия. В Черкесии прошел турнир по гандболу, посвященный памяти погибших сотрудников отдела внутренних дел Сергея Ревенко и Валерия Бойко. На спортивное мероприятие прибыли руководство МВД, сослуживцы и молодые сотрудники экспертно-криминалистического центра. Это родные и близкие герои, участники соревнований. Традиционно посетили могилы Сергея Ревенко и Валерия Бойко, почтили их память, возложили цветы. Открывая турнир, заместитель министра внутренних дел по Карачао-Черкесии Александр Середа пожелал юным спортсменам честной, яркой борьбы и заслуженной победы. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Среди мальчиков первое место занял 4-й Б-класс 6-й школы города Черкесска. Среди девочек оказались лучшими ученицы 4-го Б-класса 5-й гимназии республиканской столицы. Победителей и призеров наградили кубками и дипломами. Это все вести и прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова